История города Но важно помнить, с чего все начиналось. В преддверии Дня города в картинной галереи имени Горшина открылась уникальная выставка, посвященная прошлому и настоящему нашего округа. Стояла перед нами очень сложная задача найти именно фотографии из прошлого. И мы обращались и к жителям города Химки, и, конечно, нам помог в этом интернет. Многие нам присылали фотографии, которые хранятся у них в семейных архивах. На открытии выставки присутствовали жители нашего округа, участники Союза пенсионеров и депутаты. Если посмотреть фотографии с летней давности, фотографии нынешнего времени, мы видим разительные перемены. Я уверен, что если мы заглянем в прошлое, через сто лет это будут другие фотографии. Наши потомки уже через сто лет будут смотреть, как жили мы. На выставке с говорящим названием «Старые мои, новые мои Химки» представлены снимки разных лет. Более ста фотографий. Кадры начала 20 века, 90-х и нулевых словно переносят в прошлое. Вот аэропорт Шереметьево, спортивная база, станция, парк Толстого и другие известные места. Многие уже не помнят, но раньше мост Ленинградского шоссе через канал имени Москвы был арочным. Столицу и Химки соединяла вот такая железная конструкция, которая была построена в 30-е годы. Этот мост разобрали в 80-х годах. Уникальные фотографии жизни нашего города, строительства нашего города, расширения, развития. Поэтому я думаю, что очень многие химчане с огромным удовольствием окунутся в воспоминания своей юности, своего детства и поздравят тем самым наш город с днем рождения. Экспозиция уникальна и тем, что здесь можно сравнить старые снимки и новые, которые сделаны с одного ракурса. Сотрудники галереи объединили фотографии по тематическим блокам и дополнили каждую композицию исторической справкой. Собрали по каким-то тематикам. Старые Химки, Старбеева, Фирсановка. Очень приятно было смотреть, сравнивать. Выставка дорогого стоит. Елена Рябаченко переехала в Химки 30 лет назад и всей душой полюбила это место. К истории городского округа она относится с особым трепетом. Эти фотографии помогли Елене узнать много уникальных фактов. У нас все удивительное рядом на самом деле. И у нас очень много всего удивительного в Химках. Вообще не знали, где что у нас находилось и что на самом деле у нас было много и деревень, и усадеб, как развивалось. То есть интересно то, что вот на каждом планшете мы можем историю этого места поэтапно проследить. В Химках много исторических мест. Одно из узнаваемых – монумент на Ленинградском шоссе. В 1969 году Россию посетила знаменитая итальянская актриса Софи Лорен. В фотоархиве сохранилась ее фотография на фоне монумента Ежи. Главное достояние Химок – это люди. Открытие экспозиции посетила заслуженный художник Ирина Маковеева. В преддверии Дня города она подарила картины галереи и каталог с работами своих коллег. Выставка «Старые мои, новые мои Химки» продлится до конца ноября. Посетить экспозицию возможно по предварительной записи. Юлиана Мазырина, Вильфрид Дзимбковский. Новости Химки ТВ.